Добрый день! Меня зовут Колпачиков Олег Борисович. Я возглавляю некоммерческую организацию, которая называется «Белая Трость». Цель нашей организации — поддержка общественно полезной активности людей с инвалидностью, представителей других социальных групп и, самое главное, их окружения. Я незрячий. Одна из моих профессий — это консультант, тренер, и я еще руководитель экспедиции инклюзивной с участием людей с инвалидностью, которая называется «Паруса духа». Сначала мы работали в волонтерские абсолютно проекты, потом у нас началось грантовое финансирование, а потом встал вопрос устойчивости развития. А устойчивость развития в некоммерческих компаниях зависит от баланса волонтерской деятельности, грантовой деятельности и доходоприносящей. А доходоприносящая деятельность — это когда мы начинаем оказывать услуги, когда мы начинаем, ну, попросту говоря, продавать услуги. Это у нас случилось в 2016 году, и у нас два основных направления доходоприносящей деятельности. Первое — это тренинги, семинары по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Второе — очень интересно, у нас получилась доходоприносящая деятельность в проекте «Паруса духа». Мы готовимся к кругосветному путешествию, да, и тоже будет интересно, как это будет связано в том числе с нашей доходоприносящей деятельностью. Мы готовимся к созданию международного движения «Экстрабилити». Ну вот мы пробуем, какая это будет форма вот этого движения, и ближайшие два-три года мы плотно этим займемся. Мы тренируем на постоянной основе наш дорогой аэропорт «Кольцо». Мы тренируем на постоянной основе компанию «РЖД» — «Российские железные дороги». И так эпизодически тренируем департамент труда, министерство образования, учреждение культуры. Маломобильные пассажиры пользуются часто услугами воздушного транспорта. И учеба, которую мы проходили в аэропорту, очень помогает нам в нашей работе. Благодаря организации «Белая трость» мы научились правильно и грамотно обслуживать таких пассажиров. Когда проходила учеба, Олег нам помогал и рассказывал, как правильно себя вести, как правильно разговаривать, как садить пассажиров на кресло-коляске. Тренинг нам помог в работе увереннее себя чувствовать при оказании таких вот услуг. У нас есть критерии инклюзивных мероприятий. И доходоприносящие коммерческие проекты должны тоже соответствовать этим критериям. То есть это не просто зарабатываем денег. Мы должны следить за тем, чтобы и люди прирастали, и мы прирастали, да, и сотрудники. И в этом плане сложно. Почему? Потому что персонал, персонал, его не обучишь. Не обучишь организации инклюзивного взаимодействия, не обучишь продаж, его можно только подобрать. Слепые люди абсолютно спокойно могут вести тренинги о том, как формировать доверие в бизнесе. Вот эту компетенцию, которой тоже многим не хватает. Или такую компетенцию, как толерантность к неопределенности. Я вместе с уртопроводщиком провожу тренинги. Мы с агод. Награжды, мы нали семинар. Мы учились, как рассказать людям про взаимодействие, потому что некоторые не понимают. Некоторые понимают им позиции. Когда мы проводим игру, крокодилы, мы показываем шишки. Например, это солдаты. Все смотрят ютуб, указывают. А также я провожу оживленные. Это оживленные. Подавленник и молодые. Многие люди подобрали негативные. А я им показываю шишки, обозначающие существа. Вот. Мы организуем контекст, чтобы это происходило в любом случае. В любом случае, но первое, очень важно, что мы делаем все инклюзивные проекты, в том числе и предпринимательские, так, чтобы они в первую очередь влияли на меня, чтобы я развивался, прирастал за счет этих проектов, становился сильнее. Не столько деньги, сколько внутренней компетенции, таланты, способности, какие-то эмоции. Эти проекты должны влиять на меня, на руководителя. И, на самом деле, правильно организованные проекты очень хорошо влияют. Зная Олега и представляя, что его мотивирует, наверное, он не усидит дома. Он просто похарактер такой человек, которому нужен большой, глобальный, всемирный, всеобщий праздник. У нас идеологически, вот мы давно уже сформировали, согласовали, мы понимаем, что нет проблем. То есть задача правильно работать с людьми, с группами, с социальными отношениями, таким образом, чтобы обязательно развивались таланты. Не просто мероприятия, а таланты. И вот эта идея нас окрыляет, нас вдохновляет, его это в социальной деятельности, меня, в бизнесе. Костин, конечно, все бизнес-структуры, любые структуры, они поддерживают развитие талантских способностей, но в бизнес-структуре там чутко прибыль должна быть, да, в некоммерческой организации, но чаще всего решение социальных проблем. Мы говорим про конкретно взятого человека, да, и нам важно, чтобы вот я развивался, там, Татьяна развивалась, Анастасия, Константин, все развивались, и чтобы это было увязано как-то с экономикой, да? Для меня самое главное это человеческое отношение в коллективе, и наш коллектив это как, ну, большая семья, где мы делимся и своими личными какими-то моментами, и рабочими, то есть нет четкой градации, что на работе мы одни, дома мы другие, поэтому это самое главное, на что я ценю. Бизнес, он всегда такой немножко авантюристический, наверное, да, чтобы какое-то большее такое значение было, от которого ты не можешь отделаться, да. Это с одной стороны, с другой стороны, просто пробуйте, ваш не ваше, да и все, будет развиваться чутье к продажам, на самом деле, если попробовали, попытка всегда в зачет. Субтитры сделал DimaTorzok